Врачи, артисты, депутаты, министры, послы, журналисты, бизнес, сообщество, духовенство. В целом представителей 12 различных сфер сегодня объединило это футбольное поле. На этих кадрах команды готовятся к дружественному матчу. После разминки и обсуждения тактики команды выстроились в один строй. Но перед началом игры прозвучал гимн страны. В своей приветственной речи Садриджапаров отметил, что главной целью турнира «Мураз» является развитие спорта в стране и популяризация здорового образа жизни. Уважаемые участники футбола, уважаемые зрители, уважаемые кыргызстанцы. Как вы знаете, в прошлом году мы отмечали столетие кыргызского футбола. И в тот день наши спортсмены попросили, чтобы мы проводили этот турнир два раза в год. И вот сегодня мы встречаемся на турнире «Мураз». В спорте всегда побеждает сильнейший. Поэтому прилагайте все усилия для того, чтобы выиграть. Пусть победит сильнейший. Итак, открывающая игра прошла между командой администрации президента и представителями Джогур-Кукинеша. Первый тайм закончился в пользу команды главы государства. Счет 4-1. Администрация президента обыграла депутатов ЖК. Однако нардепы не теряют надежды. Ведь впереди их ждут новые соперники и возможность проявить себя. В этой игре нам немного не хватило тактики. Но мы не унываем. К следующему матчу усерднее подготовимся и покажем хороший результат. Турнир «Мураз» – это наследие, чтобы молодежь занималась спортом. Сам глава государства, весь Горкинеш, все правительство играет. Это о чем говорит нам, что все должны видеть, что все руководители здесь на игровой площадке, все обычные игроки, все играют. Это большой стимул для молодежи, чтобы потом достичь этих всех высот и играть в футбол. Здоровый образ жизни – это должна быть норма жизни. И молодежь должна играть в футбол. Футбол – это игра миллионов. «Спорт сближает людей. И неважно, победил ты или проиграл», отметил Чанбек Асеналиев, который играл в команде журналистов. Он также оценил мастерство и профессионализм своих соперников. «Легендарные футболисты команды «Алга» – действительно сильные соперники. Необходимо отметить их тактику, стратегию, профессионализм. В составе нашей команды – журналисты, руководители КТРК «Акабар», «Пирамида» 5-го канала «Кыргызрадио». Такой футбол впечатлил не только самих игроков, но и болельщиков. «Было неожиданно увидеть такой высокий уровень, который демонстрируют футболисты сегодня. Сегодня такая очень хорошая, веселая, праздничная атмосфера». «Игра нравится, нормально, хорошая. Радостные, жизнерадостные все люди». «Я болею за бизнес. Бизнес-команда сейчас играет. Но они только начали проигрывать, а сейчас на втором тайме они догонят и, надеясь, выигрывают». «И очень хорошо, что этот турнир становится традиционным. Спорт – это мир, спорт – это единство, это очень единство, это очень, что нам сегодня нужно». Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента. Турнир «Мурас» – это символика «Айсам Джаннышбаев». «Атабаларздым» – «Мурас» – «Саптап», «Келечек-Тэймунга», «Гонюгу», «Унтулуну», «Балуттарду» «Урматтону», «Маданяты» – «Гоптудулюн», «Джанады» – «Парлатты Тарбяны», «Откорберюга» – «Багатталган». В свою очередь с главами культуры Азамаджи Манкулов отметил важность проведения таких спортивных состязаний. «У нас неофициальная атмосфера, где мы встречаемся с разными командами. У нас же все время деловые отношения, и между собой даже у министра все время деловые отношения. А когда мы на тренировках находимся, мы понимаем какие-то другие части, другие стороны каждого человека. Более человечески разговариваем. О жизни, о быте можем поговорить, кроме работы. И поэтому по сближению людей – это очень хорошая мотивация и очень хорошая площадка». Отметим, сегодня были проведены групповые и четвертьфинальные игры. Завтра, 5 мая, состоится полуфинал. Матч за третье место. И, конечно, определят победителей турнира. Наргиза Нурмаметова, Джентай Макенов, «Пирамида».